Сегодня в Чебоксарах стартовал марафон культурных событий. Жители двух районов в ближайшее время оценят проекты, которые были признаны победителями республиканского конкурса. Гранты их авторам вручали в художественном музее. Финансовой поддержки добились 9 человек. Тему продолжит Дмитрий Ковалев. На подмостках Марпасадского дома культуры уже в октябре оживет история. В районе готовятся к показу уникального шоу с участием всех театральных коллективов и народных ансамблей. Постановку посвятят 400-му юбилею дома Романовых. В Маринском посаде побывали три представителя царской династии. Именно они станут главными героями масштабного концерта в эффектных декорациях и нарядах в сопровождении лазерного шоу. Приобрести оборудование поможет и грант. То есть перед нашими зрителями, перед нашими участниками, будем говорить так, пройдет история, 400-летняя история дома Романовых. Там будут имена наших ярких представителей, там будут какие-то исторические действия, которые будут сопровождаться театрализованным показом наших коллективов художественной самодеятельности. Андрей Киселев задумался брать на большом научном форуме певцов и звукорежиссеров. Мастер-классы для них проведут профессионалы своего дела. Автор проекта уверяет, что в Чебоксарах уже давно пора открыть учебное заведение для подготовки специалистов в области звукозаписи. Грант 100 тысяч поможет сдвинуть дело. Оно предполагает не только звукорежиссеру в чистом виде, но и применение этой сферы к другим сферам. Например, телевидение, презентации, дизайн компьютерных игр, дизайн рекламы, саунд-дизайн. В принципе, это у меня широкое поле деятельности, и со временем оно будет только расширяться, и мы будем продолжать работу в реализации других подобных проектов. А два поселения Ядренского района этой осенью свяжет мост дружбы и любви. Именно так местные библиотеки назвали проект, который одержал победу в конкурсе. Несколько лет назад, благодаря республиканскому гранту, в Ядрине устроили конкурс среди художников. Их работы сейчас украшают Музей народного артиста Советского Союза Николая Мордвинова. Проект «Мост дружбы и любви» Черба и Кошкина-Ватимбаева позволит сохранить память о наших известных земляках и о Киме Максимове Кошкинском и Тане Юн. Привлечь к библиотеке архива новых читателей, поможет воспитать у молодого поколения интерес к истории страны и к краеведению. Гранты в этом году получили 9 проектов. Этнокультурный фестиваль, экологический форум, выставки. Все мероприятия войдут в программу очередного марафона культурных событий. В этом году ему исполняется 10 лет. За все это время в Чувашии было реализовано немало креативных и интересных идей. Более 100 проектов получили финансовую подпитку. Многое меняется, многое развивается, но эти механизмы и эти способы взаимодействия в культурном пространстве, они остаются и они приносят пользу. Вот это удивительный, совершенно замечательный итог именно в Чувашии, когда опыт культурной столицы, с одной стороны, город-то был Чебоксара, да, культурная столица, но опыт распространился на всю республику. Он был впитан, переработан творчески. Это, прежде всего, конечно, сохранение нашей самобытной, уникальной культуры Чувашского народа. Традиции, истории, но и жизненного уклада всего многонационального народа Чувашской республики. На самом деле, работы, которые я смотрел, министр мне докладывал, отражают и историю, затрагивают и литературу, и экологию. Марафон культурных событий завершится в ноябре. Призеры конкурса представят свои проекты на суд жителей Марпосадского и Цивильского районов. Именно эти муниципалитеты осенью превратятся в территории культуры. Ознакомился Михаил Игнатьев с работами, которые не участвуют в марафоне, но тоже заслуживают признания. В художественном музее недавно открылись выставки картин и изделий из керамики. По праву и их называют культурным событием в жизни столицы. Матрик Ковалев и Андрей Спиридонов. Республика.